И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Олег Лавгудвин. И я сегодня вам хочу представить такого уникального человека. Это Богдан. Привет, Богдан. Он занимается нетрадиционной, скажем, медициной. Медициной же можно назвать, да? Ну, лечением судьбы, лечением души. Это речь сегодня пойдет о тибетских поющих чашах. Ну, вот они представлены тут разного размера у нас, да? Очень интересные. Большие есть колокольчики, да? Как эти колокольчики называются? Ваджеры. Ваджеры, да? Ну, я знаю, что вот ваджеры – это вот эта вот верхняя часть, которая как бы концентрирует, либо направляет энергию, как оружие даже использовала в Индии. Так, ну, ассо... Так, ну, ассо... Так, ну, ассо... Так, ну, а, собственно говоря, давай поговорим про тебя. Людям же интересно, где ты был, где обучался? Ты, по-моему, был в ашраме, там жил, да, некоторое время? Ну, да. Обучался в Таиланде, в Индии. В Индии даже какое-то время жил в ашраме, когда изучал йогу, медитацию. Вот. Йога, медитация ты персонально обладаешь, да? Ну, я как бы давно, это еще я начал в 1994 году изучать эти темы. Вот, мне интерес был такой. И удалось встречать разных продвинутых людей, уникальных, вот, которые достигли больших высот, вот, получать у них какой-то опыт, даже благословение в своем роде. Вот. И чему-то, да, научиться тоже. И раскрыть себе какие-то таланты, которые спали там. Ну, я знаю, я был на его сеансе, и действительно талант у него есть. Он раскрывает такие вот, как бы, карты судьбы будущего, да? Козыри вытаскивает. Так, ну, давай поговорим немножко о самом сеансе. В чем его смысл? Смысл в том, что, как видите, их тут 14. Да. Да, потому что у каждого человека 7 чакр. Каждая чакра, она инь-янь. Мужская, женская. А, то есть, они отварда разложены. Это инский, это инский, да? Да, мужский, женский. Больше такой громший звук, да? Да, да. Это инский ряд, да, получается? Да. Они, соответственно, выкладываются параллельно оси тела человека, да? С одной стороны, инская справа, наверное, да? С права, да. Слева инская, да? Так. Слева инская, да? Слева инская, да? Хочу вот оставить очень уникальный и интересный отзыв, потому что, ну, понимаете, это вот как бы такая процедура медитации, по сути, это, да? Но оно воздействует на все тело человека, то есть, психосоматически влияет. И я чувствовал, как у меня уходят спазмы в неожиданных местах. То есть, это примерно, ну, если по-простому объяснить, да? Вот лежишь, лежишь, ослабляешься, и вдруг где-то там задобежало, и потом так тепло растеклось. Потом где-то там в этом месте. Потом в руке где-то раз. И вот такие вот мышечные мелкие спазмы, они уходили. Честно говоря, друзья, это же вибрация, да? А весь мир живет в вибрации. То есть, уберет все, от молекулы, от атома до человека, деревьев и так далее. И, соответственно, вот эта звуковая вибрация в меня проникала. И я это почувствовал. То есть, у меня, ну, я не в первый раз, да? Я думаю, на каждую по-разному свой будет эффект, да? Но на меня это действительно произвело неизгодимое впечатление. Поэтому я вам всем обязательно рекомендую. Приходите на вот эти сеансы. Это как называется? Сеанс медитации с помощью тибетских поющих чаш. Ну да, по-разному говорят еще кланк-терапия. В общем, да, можно как медитацию презентовать. Один из видов медитации, медитативной практики. Особенно, если вы никогда не учились медитации, ну, так профессионально, да? То тут, как бы, вот эти чаши все сделают за вас. Так, ну и как воздействие происходит? Вот, и чакры это диски, вот. И мы, современные люди, понимаем, что вот есть компьютерные диски. Туда можно записать информацию. А, ты имеешь в виду диск с записью? Да. А, я думал, плоский. У нас все эти чакры-диски, там уже информация наша записана. По судьбе, по качествам, по интересам. Это кармическая информация. Кармическая. Наши прошлые жизни записаны. Также записаны варианты незащищения. Настоящего? Да, да. И что, это может поменять свою карму, может поменять? Да. Ну, мы, если каждый человек подоблюдает за своей жизнью, он может увидеть, что он ест разные этапы своей жизни. Где-то хуже, где-то лучше. И человек, он может менять свою жизнь. Так же. Ну, как мы говорим, европейцы, жизнь – это черная-белая полоса, да? Да, да. А может изменить его сплошная-белая. Так, что ли? Ну, разноцветная, скажем так. А, цвета еще добавятся. Потому что уникально. Цвета, они, что же, на семь делятся. Семь цветов основные. Да, да. Цвета тоже у нас записаны. Мы когда-то начали, семь нот музыки, семь цветов, да? Да, да, да. Что там еще семь? А у матрешки там записаны вот этим. Друг-другу тоже к всяким связанным, да? Ну, конечно, да. Это все как одно целое композиция такая. И самое важное, что у человека есть свобода воли, свобода выбора. На эту свободу воли никто не может покуситься. Даже сам создатель. Он ее не трогает. Ну, это уже каждый человек сам волен выбирать. Ну, кроме полиции, бандитов и налоговой. Да. Всех в эту кучу внизу сказали. А так человек сам выбирает, да? Да, и этот выбор мы делаем каждый день с утра. Как мы, куда направим свою жизнь сегодня? В какую сторону? Вверх, вниз? Либо не вверх, не вниз. Поэтому мы можем видеть, что каждый человек, каким бы он ни был, группа вреда, крутым, образованным, красивым, сильным, у него всегда есть шанс опуститься вниз и стать каким-нибудь серым и никчемным. И наоборот, любое самое простое... Он сейчас же не шанс, а злой рок его опустил вниз, да? И наоборот, даже если человек не образован, у него нет особых талантов, популярности, у него всегда есть шанс измиссию жить к лучшему. Эти примеров тоже много. Я так понимаю, что это связано прямо с вибрациями. Ведь часто они передают вибрацию, да? Концентрическими такими кругами, да? Усиливают, я знаю, они очень богаты персональными созвучиями, каждый из них, да? То есть многогранный звук идет, да? Как аккорд. И, соответственно, вот, то, что ты говоришь вниз, это понижение вибраций, да? Это как бы ухудшает нашу жизнь, да? А вверх, это выше как двухсоздатели, богу, да? Более высокий звук. Это улучшает нашу жизнь. Так получается? Ну, по-разному. Бывает, что человек слишком тоже высокую планку берет, его нужно опустить. А, и так раз бывает, да? Да, да. Чтобы не заздавался. Да, да. Так тоже иногда нужно, да. Вот. Но главная моя задача – это… Чтобы не было тщеславия, как бы, да? Это тоже грех получается. Да, да, да. Моя главная задача – это обнаружить спрятанные способности у человека, которые он пока еще не раскрыл. Спящие. Они есть у каждого, да. Вот. И когда человек их не использует, у него в сердце, как бы, в сознании возникает такой вакуум, неудовлетворение. Он пытается это заполнить какими-то вредными привычками. Есть такое, есть, да. Да, да. Вот. И энергия уходит на эти привычки. И он чувствует неудовлетворение, не развивается. Вот. И моя задача – вдохновить его. И судьба идет под склон, да? Ну, да. Так, значит, давай объясним так, что ты, получается, вдохновляешь человека, да? То есть, для кого эти сеансы, Богдан? Чтобы, что, чтобы человек, который почувствовал какое-то угнетение в жизни, да? Ну, да. Или невидовлетворенность. Он больше раскрылся, да? Да. Это и творческие способности, и какую-то там систему достигательства целей, да? Достижение более быстрого. И там какие-то карьерные, да? Карьеры, общение с людьми, связь с Богом. Вот. Самоосознание. Духовность. Да, да. Растие у человека, да? Понять свое место под солнцем. Свои задачи жизненные. Для чего я вообще родился? Потому что порой бывают, встречаются люди, им уже за 40, а он только начинает задавать себе вопрос. А почему я вообще живу? Вроде уже столько много сделал. Да, да, да. И такое бывает. И он видит, что это все в пустую ушло, и пользы никому не принес, ни себе, ни родным. Так что не ждите, когда он будет за 40, за 50, да, и вы еще не принесли пользы никому, а сразу обращайтесь к Богдану на его вот эти вот сеансы магической медитации с чашными, да, сеансы судьбы. Давай назовем это массаж судьбы. Он же такой духовный получается, звуковой, вибрационный массаж судьбы, да? Да, да, можно и так назвать. Слушай, ну интересно, интересно. И как происходит воздействие-то на человека? Каким способом? Ну какие-то вообще методы используешь при этом? То есть я звуки направляю на чакры. У каждой чакры есть своя задача, настройка, скажем так. То есть это параллельно с чакрами вот так ставится, да? Да, да. Или на чакры сверху? Иногда тоже можно поставить на живот, да. Чтобы забраться глубоко пробива до количественного уровня, да? Да, да. Вошла в тело человека. Центровая чакра же сердца, на нее удобнее всего ставить, кстати. Да, вот сам пошел. Она создает баланс. А, вот как раз получается третье, да? А, не сдвинулись. Так, сейчас. Там ноги получается. Вот это вот. Да, вот это. Давайте послушаем себе всю чакру. Анахатра, да? И вот это, да? Здесь плохо. Из-за... Там у нас пятина сдает, да. Так, и они как бы входят в резонанс с чакрами, да? Да. И настройка. У нас же они разбалансированы. Из-за нашего неправильного образа жизни, критичного мышления, вот, эгоизма нашего, вот, из-за наших ошибок, вот. Из-за мыслей каких-то, вот, нехороших. Вот. Поэтому иногда их нужно настраивать. То есть, можно я угадаю? Чаширы срабатывают с нашими чакрами, как камертон настраивали, да? И когда идет гармоничная их взаимосвязь, то получается вот эта божественная ось, божественная линия, ну, когда мы созвучно с создателем здесь творим, да? Да, наукой же доказано, что звук, он удивительно обладает свойствами. Еще в 30-х годах, прошло века, один американец, не помню имя, он изобрел такую пушку звуковую, которая тушит пожары, огонь. Ага. Вот. Но она, правда, только на близком расстоянии работает, поэтому пока пожарникам еще не изобрели такую, чтобы далеко било. Вот. Или есть пушка, которая разрушает кирпичную кладку. Тоже в ютубе можно увидеть такие свойства. Ну, в физиотерапии тоже используется ультразвуковая терапия. Я даже видел, когда такая пушка над размером спальниц, такая небольшая, ставится на позвоночник атлант, это первое позвоночное шею, да, под черепом, и как-то так вот его пробивает, что он встает правильно на место. Да. Ну, то есть, такой же примерно эффект, да, тут получается? И операционная, да. И наши предки, они, мы-то сейчас забыли уже, вот колокола, они не просто так висят, не для красоты. Раньше, когда была любая проблема, эти колокола использовали. В лечебных целях? Да, например, эпидемия в деревне. Вот. И звонили в колокола, два-три дня подряд, эпидемия исчезала. Эпидемия исчезала? Да. Потрясающе. Тоже в истории можно почитать. Ну, я слышал даже, что колокольный звон лечит. Но я же еще и слышал, что колокольный звон, он, как бы, колокол, отлит таким образом, что от одного удара он звонит, звучит, да, кроме на звук идет минуту. Здесь же побольше получается. От одного удара он минуты три-пять может звучать, да? Ну, не пять, наверное. Ну, тоже где-то, да, две-три минуты может звучать, да. То есть, они таким образом сконструированы чаши, что у них вот идет вот эта концентрическая вибрация, они сами себя прогревают, как бы, да, вот этот звук. Да, если воду набрать чашу и раскрутить, то там появляются лепестки лотосов. Лотосов? На воде. То есть, описывается же чакра, как с лепестками. Да. Вот. И вода, когда раскручиваешь, вот, вода вибрирует. Это во всех чашах? С больших. Маленьких не получается, они слишком маленькие. А вот больших, да, это можно продемонстрировать. Ну, я понимаю, это в концентрические круги вибрационно отходят от краев, да, и тогда они пересекаются. Интерференционно, получается, рисунок такой похож на лотосов. Да, да, да. Да? Интерференция, друзья. Так, интересно, интересно, Богдан, а колокольчики для чего? Получается, уже не чакры? Или что? Принцип тоже, вот, да. Для пяток? Так же, как наши колокола на церквях. У них такая же функция. Звук, который лечит, да? Да, и форма тоже непростая. А, они без язычка? Да. А, они такие, получается, как чаши, по сути, да? Форма так же, да. Сейчас вот можно увидеть много роликов и научных статей о конструкции Вселенной. Вот. И современные ученые, они говорят, что Вселенная, она имеет вот такую форму. Как уже? Да. Чаши? С ножкой ей считается? С ножкой, да. И планетарная система, они вот так вот нанизаны на эту ножку. Но это я так представляю, если принять во внимание, что Вселенная появилась из большого взрыва, как в современном, что она говорит, да? То в некоторой точке произошел взрыв, да? Оно прошло вот расширяться, да? Похоже, кстати, знаешь, когда вот самолет пролетает звуковую вот эту, как она, барьер, звуковой барьер, да, я видел на фото, прям видно. Вот самолет, да, за ним вот такой вот такой фигурой, ну, воздух сгущенный, да, там, плотный. Ну, ядерный грипп, он же тоже такую форму имеет. Не похоже, как он закругляется. Да, да, да. Поэтому это природная форма. Ага. И... Ядерный грипп, это природная форма. И наши чакры, они также работают. Вот нижние чакры, они маленькие. Если мы верхние развиваем, они тоже расширяются вот так. Потому что нам уже нужно общаться с Богом, да, со Вселенной. Да. Бог огромный, мы маленькие. То есть, вот у нас чаша находится, да, такая? Да, да, да. Верхняя чакра, она самая широкая. Должна быть. То есть, это, по сути, вот энергетический, энергетическая форма человека, да? Вот так. Тут голова, да, тут плечи, тут все тело прошло. Да. Тут письмо какое-то торчит. Да? Интересно, так. Ну, а еще что ты используешь во время медитации? То есть, ты же сам еще входишь в такое же состояние, да? Я стараюсь, как бы, резонансоваться с человеком, чтобы увидеть его проблемы и его сильные стороны. Чтобы, ну, и проблемы, чтобы понять, с чем работать, и сильные стороны для того, чтобы понять, куда человеку развиваться, как себя раскрывать. Ну, сильные стороны, это что-то, там, не мышечный, как раз, это смотришь, да? Что это? Ну, талант, способности, судьба, да. Да? Как его... А, у тебя, получается, есть зарп-предвидение? Ну, ясновидение, или как это назвать? Ну, он такой, небольшой. Ну, то есть, моя задача, это увидеть, как бы, потенциал, чтобы вдохновить человека на развитие этого потенциала. То есть, после каждого сеанса, дорогие друзья, вы будете уходить вдохновленными, да? Сготовая вот эта вот формула, куда направлять свои шаги, собственно говоря, да? Что делать, а что не делать? Из-за суеты, да, человек, он привык руководствоваться страхами или сомнениями, вот. И из-за этого он закрывает в себе свои силы, вот, свое могущество. Оно есть у каждого, причем вселенских масштабов. Свои таланты, свое творчество закрывает. У глубокого вселенских масштабов. Да. Поэтому у каждого человека можно это раскрыть. Но это не просто, потому что, если человек всю жизнь привык бояться там чего-то, вот, или избегать каких-то направлений в судьбе, вот, то порой с одного сеанса даже недостаточно. Вот. Но чтобы вдохновить, чтобы он начал хотя бы думать... Мы говорили, а сколько много таких сеансов? Ну, бывает так, что... Ну, вообще, вот, поясни нашим известным, да, для чего это надо, что с ними происходит, и когда он будет, ну, наверное, результат же все хотят получить, да? Вот сколько там чего-то... Результат зависит от человека самого. Я не могу его заставить. Будет это цикла, будет. Да, я могу только указать направление, вдохновить, вот. А бывает, что человек уходит вдохновленным, действительно, он над этим думает. Ну, а решать вам, действовать вам в жизни, да? Да, потом, когда приходят на работу, домой, опять в привычную суету свою... Да, да, да. Вот он... Это он начальный по борьбе, или домой в мечту, на него надо работать, и он сложился, там, да? И он, опять, ушел, заткнулся в себе, да? В привычную свои, какие-то... Коробочку вот эту вот, психоэмоциональную коробочку, мы имеем в виду, да? Да, да, потом приходит неделя-другая, и он думает, что-то кажется, я ничего не сделал, опять пойду. Но бывает так, что с первого раза что-то человек делает, и что-то происходит. Друзья, вот сегодня был как раз проведен такой сеанс, один из первых, да, мне. И я действительно вдохновлен, и я вот здесь, ну вот, ожидаю, да, что вот, знаете, в таком, в предвкушении нахожусь. Вот что же, что же, что же сейчас случится завтра, там, послезавтра, да, вот, уже должно, как бы, сработать то, что давно ждал. Спасибо тебе, Богдан, большое. И, ну, поподробнее расскажи, как к тебе приходить? Наверное, по телефону созвонимся, да? Это, во-первых, в Москве, да, для москвичей. Сколько сеансов это индивидуально, видимо, да, с каждым подбирается, да? Или по желанию человек, там, устал на работе, да, за месяц, например, да, пришел, просто разгрузился, да? Да, так тоже можно, наверное, релаксация. И, ну, наверное, все, что можно было на видео рассказать, мы рассказали, да? Самое главное вам действительно не смотреть видео, не слушать это вот все, да, а прийти и почувствовать на себе. Потому что, если вы не почувствуете, что бы мы тут не расписывали, да, согласен, что бы вы не рассказывали, это, во-первых, у каждого свой опыт, да? А, во-вторых, ну, чужую вот эту вот информацию, да, не внедрить ни в ваше тело, ни в сознание, ни в карму, да? То есть, на себя чужую карму не оденешь. Правильно я говорю? Да. Надо будет по-самому прочувствовать. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал, здесь внизу ставьте лайки, и под этим видео будут телефоны, по которым вы можете найти нашего великолепного мастера Богдана. И дальше мы снимем в следующем видеоролике еще кое-что интересное, еще кое-какие секретики об этой уникальной методике. Дорогие друзья, я не прощаюсь, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok